Эх, мощная гармошечка у нас появилась в магазине и их у нас несколько в такой замечательной комплектации. Сейчас я вам все подробно расскажу, но сначала поздороваюсь. Здравствуйте, я рад всех приветствовать поклонников тульских инструментов. Вы смотрите канал Павла Уханова, я нахожусь в своем магазине и рад вам представить вот такую гармонику. И не переключайтесь, потому что очень скоро я покажу еще гармошечку в такой же тональности, но немножечко в другой комплектации, и их тоже у нас много в разных цветах. Но начнем с этой. Значит, в таком черном исполнении и именно в такой комплектации у нас несколько инструментов. Модель Тульская 301М, тональность до мажор, резонаторы пластиковые, и в этом есть огромный плюс, потому что гармоники с пластиковыми резонаторами очень звонкие, благодаря тому, что пластик практически не поглощает звук, а только отталкивает яркость звука, полетность звука. Ну и плюс это дешевле в производстве и, соответственно, дешевле для вас. Тональность до мажора очень удобная для обучения, очень удобная для игры с другими инструментами, ну и не портит вам слух. Вы привыкаете к тому, что нота до звучит действительно как звук до, а не какая-то другая нота, как в других, например, тональностях. Что же здесь нестандартного, в отличие от обычной, самой простой гармошки? Ну, во-первых, улучшенный мех с итальянским лидерином, мельхеровыми уголками. Есть также регулировка левого ремня, перламутровые кнопочки, как правые, так и левые. И черная горка. Очень часто мы сейчас делаем беленькие горочки, но на черном инструменте она часто выбивается, хотя кому как нравится. Вот у нас тут рядышком у меня тоже такая гармошка. Она, кстати, уже продана. Вот Владик там сидит сзади и уже оформляет доставочку. И вот я попросил, чтобы в прорезь их поставили красный материал. Он сочетается с красным мехом и с красными цветами. Художественные росписи. Комплектуются все гармоники, которые в данном видеообзоре будут участвовать широкими заказными ремнями. Это ремешки проверочные. На них не обращайте внимание. Узненькие. А в комплекте именно широкие. То есть они тоже входят в комплектацию. Сегодня уже 26 декабря. Очень скоро Новый год. Хочу вам исполнить достаточно популярную, но почему-то редко исполняемую песню. Песенка о снежинке из телефильма «Чародеи». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok кстати сейчас я играл по нотам и вообще я очень благодарен что я начал учиться играть именно по профессиональной нотной грамоте ведь эту песню я разобрал буквально вчера вечером уже было пол одиннадцатого хорошо я там на многотемовый гармошке включил специальный тихий регистр и скачав ноты с интернета 1 раз и сыграл ноты правда в тональности соли мажор а играл я в тональности до мажор но в принципе сейчас пока я подглядывал я одновременно транспонировал ну музыканты поймут любители объясню картинчика просто я моментально играя по нотам вижу одни ноты нажимаю другие то есть делаю скажем так математические исчисления в прямом эфире каждый раз добавляю четыре нотки к каждой которая там написана поначалу сложно потом привыкаешь но сейчас попробую вам сыграть это в оригинале как тут написано в тональности соль мажор ведь у гармошки есть не одна тональность гармошка сейчас в до мажор но у нас ведь есть хроматические звуки здесь их три стандартно диапазон 25 на 25 а в соль мажоре есть ноточка фа диез обычный фа там нет забудьте про эту ноту а есть фа диез и тогда он стоит приключить кстати если вам что-то из этого непонятно мы вам можем помочь потому что у меня же есть профессиональная видео школа игры на гармонике и хоть она называется первая профессиональная но она рассчитана не на профессионалов а именно на любителей музыкантов и я ее сделал для того чтобы гармонисты простые которые хотят научиться играть на гармонике сразу учились правильно профессионально заказать видео уроки вы можете как по телефону так и через сайт вы его видите на экране а также в описании прям ссылочка переходите там 110 урок сыграю эту же песню в тональности соль мажор вы кстати можете подпевать возможно в соль мажоре вам будет удобней а может вам было в дома жюри удобней заодно послушайте более высокий диапазон гармоники потому что соль мажор чуть-чуть пониже находится здесь здесь звучки позвонче может кому-то даже больше понравится но сыграю эту песню я на другой гармоники вы наверное уже забыли что я вас обещал познакомить не только с черными гармошками но у нас есть наличие и зеленые и фиолетовые и красные а вот и красненькая гармошечка обратите внимание другая художественная роспись не цветочная яркая с такими красными маками а такая нейтральная и сейчас вы видите на экране гармоники в других цветах комплектация абсолютно такая же тональность такая же и художественная роспись как видите такая же и так чем эта гармошечка отличается от предыдущей деревянной горкой которая здесь покрыта в цвет целлоида ну черная не подойдет будет выбиваться белая тоже сейчас все выглядит достаточно гармонично в остальном все также и заказная тональность до мажор и перламутровые кнопки правые и левые и улучшенный мех и регулировка левого ремня а также напоминаю что в комплекте идут широкие кожаные двойные ремни сыграю значит песенку о снежинке именно как написано в нотах будет звучать немножечко повыше но в конце все-таки тоже наигрыш сыграю на этой гармошке чтобы вы понимали вышли не только новогодние песенки будете играть а а Эх, в конце немножко наимпровизировал, но давайте как раз поимпровизируем по народу. Гармонист упал с гармошкой, видно, очень он устал. Вот и чаще есть кармошку, чтоб выносили салон. На столе стоит стакан, а в стакане лилия. Что ж ты смотришь на меня, ракокрокодилия? Яркий инструмент. У нас таких гармошек несколько. Несколько красных, несколько фиолетовых, зеленых и черных, на которых я играл чуточку ранее. Если хотите приобрести, звоните по телефону, который вы видите на экране. Цены указаны у нас в WhatsApp есть каталог. В Telegram указываем цены, а также каталог ВКонтакте. Ссылки есть в описании. Также напоминаю, что там же есть ссылка на сайт видеошколы, если хотите научиться или улучшить навыки игры на гармонике. Будем рады вас осчастливить такими замечательными инструментами. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю всего самого наилучшего. И надеюсь, встречусь с вами вновь в 2023 году. До свидания. Продолжение следует...